всем огромный привет добро пожаловать на мой канал хочу начать влог сразу с покупок вальберис я заказала бытовую химию очень много бытовой химии ну как много не очень много но все же значит во первых давайте начнем вот с таких средств взяла гель для стирки и кондиционер я уже брала такой кондиционер правда у меня был полный фиолетовый вот этой марки и кленд это российское производство город даже санкт-петербург производства вот и мне очень понравился кондиционер и я решила взять еще и гель для стирки вот кондиционер по своему по своим свойствам ничем не уступает вот этот кондиционер синергетику поэтому стоит дешевле поэтому я решила что я буду заказывать наверное не синергетика вот этот эколент синергетик иногда бывают акции бывает что кондиционер по 500 там чем-то рублей либо на озоне либо на вальберис да но акцию нужно ждать да а мне уже нужно все это поэтому взяла но по акции синергетик наверно тоже буду покупать научим что из этих будет подешевле то буду брать гель вот этот вот беру впервые тоже попробую но он видите достаточно густой в общем буду пробовать но и кондиционер мне понравился так также взяла вот такое но это просто я до кучи можно так сказать нейтрализатор запахов но это как освежитель воздуха лично для меня когда я убираюсь я еще обязательно пшик самое главное я выбираю чтобы не было ну чтобы удалял запах животных вот поэтому для меня это очень важно ям данные средства могу там и на не знаю бивку какую-нибудь и просто воздух в общем попробуем там что-то была акция какая-то на него два учет тип по цене одного также из ароматов для дома я взяла вот такие вот набор взяла вот такой набор тоже он был там по акции ароматов но это эфирные масла апельсин лаванда лимон мята бергамот и можжевельник я вообще их использую знаете для чего для дома во первых я могу накапать когда глажу белье вот водичку не могу сказать что сильно долго держится но все же также когда я мою ванну или туалетную комнату до на коврик некоторые на туалетную бумагу еще копают но вот я в основном не фокусируется в основном на коврик вот это я так понимаю заглушечка чтобы копать нам такая в общем бутылочка еще обычно я беру их в аптеке у нас в аптеке они часто бывают недорогие вот эти всякие эфирные потом эфирные масла но сейчас увидела до кучи в общем докупил ну как всегда это интернет магазин затягивает также мне очень понравилось вот хочу поблагодарить всем кто мне рекомендовал вот эту марку grass как мне понравилось средства особенно антипыль она как полирует поверхности то есть и действительно потом даже шерсть животных но не остается то есть она как слетает вся и пыль и так далее и мебель такая блестящая прям глянцевая в общем очень понравилось я решил еще взять вот такой вот вот такое средство блокатор запаха животных дыма табака но меня интересует запах животных первую очередь вот потом уже все остальные запахи в общем это средство можно даже ну то есть попшикать на лоток например да или там где животное в общем ходила в общем для меня это прям супер девочки палочка вручалочка в общем такой это как освежитель воздуха а это именно ведь еще бутылка из переработанного пластика мне спрашивали чё производство я по-моему прошлый раз говорила что это россия из производства россии гаградская область вот и еще взяла вот такой пятновыводитель правда для белого белья но ничего страшного у меня для цветного есть такой белорусский я не скажу что тот белорусский который я покупала что он прямо мега выводит пятна свежие пятна да какие-то уже застарела и нет вот и решила такой попробовать потому что у меня у сыновей футболки на физкультуру белый и есть белые такие футболки пола они в школу носят в качестве формы да вот поэтому мне вот такой вот прям очень надо может уже есть белые футболки в общем палочка вручалочка надо мне еще для цветного белья купить такое в общем вот такие вот у меня были покупки и ссылку я конечно же вам оставлю здесь кстати вот забыла показать вместе идет вообще все очень хорошо вот это грас запаковано все супер идет вот такие вот такой распылитель сразу в общем супер еще хочу девочки прям похвастаться не банками банки сейчас тоже покажу а тыквой вот эта мускатная тыква я ее очень люблю она очень вкусная по мне так вот и она у меня все-таки выросла правда всего лишь одна штучка но все равно мне многие писали что она типа не растет ну санкт-петербурге короче не растет но нет у меня одна выросла и она уже все видите я ее так взяла а я все думала что она еще может быть как-то подрастет у меня я ее просто в руки взяла и она уже отпала отсюда значит полностью спела но она еще полежит сегодня готовить не буду полежит у меня настоится так сказать и я ее потом съем люблю вот эту тыкву она мне очень нравится больше чем обычно и вот что я накрутила еще уже не снимала потому что я показывала вот этот салат я точно показывала это баклажаны лук морковь помидоры немножко томатной пасты все ингредиенты обжариваются кроме помидор и томатной пасты до складывается в одну кастрюльку добавляйте специи по вкусу добавляете помидоры в блендере ну измельченные протушиваете но я обычно и специи это соль сахар черный перец добавляю вот стерилизованные баночки потом стерилизую в духовке в духовке при температуре 105 градусов минут 30 20 30 вот такие баночки так у меня получилось 1 2 3 4 5 5 штучек из баклажан правда тут всякие разные банки разные по размеру супер кстати вот с такими заготовками я все вот еще сделала лечо но лечо каждый тоже делает как как ему нравится я делаю с луком лук я обжариваю какой перец не крупно нарезаю все это в кастрюльку добавляю сюда еще тоже измельченные помидоры блендере томатную пасту соль перец без уксуса делаю вот это тоже без уксуса и все это провариваю баночки стерилизую и потом сама леча еще стерилизую в духовке при температуре также 105 градусов на минут 30 я вот такие банки стерилизую и у меня получилось лечу это и все кстати лечу который у меня будет на зиму но мне достаточно раз два три 4 5 6 7 7 банок и у меня получается вот это вот не жидкое густое за счет лука у меня так любит муж так также сделала то что тоже вам уже показывала это вот эти вот вяленые помидоры меня спрашивают вкусно они или нет понравились они или нет ядре делаю уже третий год мне очень нравится я использую и масло которое сюда заливаю потому что он получается такой чесночная аромат на его можно на салат на какую-нибудь картошечку отварную полить вот это масло и сами вяленые помидоры тоже очень нравится и впервые я еще решила сделать вот такое вот маринованная капуста со свеклы это значит нашла рецепт но на рецепт мне в общем я попробую попробую потом расскажу и возможным если понравится сделаю еще единственно что в рецепте 200 грамм сахара на литр воды это очень много на мой взгляд растительное масло что еще соль уксус 9 процентный дам выкладывается слоями свекла морковь капуста капуста больше всего но единственно что я свеклу натерла на терке и капусту тоже натерла на терке хотя свеклу тоже надо маленьким но я подумала что может быть не про маринуется как-то или что не знаю в общем решила натереть на терке вот такие вот у меня получились три банки я сейчас уберу в холодильник они мне немножко постоят в холодильнике и одну мы откроем попробуем потому что если понравится то я куплю еще свеклу капуста это у меня моя которая с огорода выросла вот и морковь тоже только свекла покупная вот и сделаю еще на зиму может быть несколько банок но это такой рецепт который как бы горячим рассолом залил дал чуть-чуть постоять с открытой крышкой и потом закатал и все и убирается в холодильник в общем если рецепт понравится то я сделаю еще но соответственно покажу вам если нет то соответственно нет мне кажется 200 грамм сахара это очень много я положила меньше посмотрим что у меня получится вот такие вот у меня еще тут заготовки на тыковка моя это просто нечто такие заготовки надела всем снова привет девочки я немножко приболела я этом мне кажется я все-таки простудилась я когда последний раз была в лесу после дождя я вам снимала да я пошла туда в кроссовках вот знаю несколько дней шел дождь я пошла в кроссовках обычных таких тряпичных найти и поняла что вчера как раз я ездила в ленту не только в ленту я с утра встала поехала в один магазин зашла второй магазин зашла там еще по делам сбегала потом поехала в ленту в ленте иду чувствую что мне вообще не очень вот так что буду теперь сеть дома болеть но я накрасилась я всегда так делаю вот мне кстати как-то спрашивали как находить время на себя ну выделять время вот я делаю себе макияж это меня ну как бы некоторые осуждают это считает что дома не нужно так делать у каждого свое на а для меня это как бы ну как то вот я накрасилась я уже как по активный такой человек если я не без ну не накрашена там не губы не глаза то я как-то знаете чувствую себя такой разбитый больной особенности когда болею кстати вот но сегодня планирую про все равно провести время горизонтально потому что такое состояние знаете температуры нет но мне кажется хочет вот организм очень хочет температурить я ему не дам я сегодня полежу вот а вчера я еще включилась во-первых закончу этот влог да во вторых я вчера нашла такой магазинчик прикольный там правда продаются такие в основном не в основном а все китайская вот принципе практически что вы видите на алиэкспресс только это вот представлена в магазине магазин такой достаточно большой я не поняла как он называется вот и я там вчера зашла но я так быстренько я потом еще туда обязательно съезжу потому что я там увидела жилетки такие ну как как это называется утепленные как куртка только жилетка я такую жилетку хочу себе купить вот собаками гулять потому что одевая теплый костюм бывает курт в куртке жарко в жилетке вообще супер как быть и телу тепло в общем жилетки стоит всего полторы тысячи это мне кажется даже там за 1200 были мне кажется это вообще недорого магазин вообще недорогой там мужские футболки можно вообще по 300 рублей купить такие простенькие как бы для дома я бы так сказала в общем потом выздоровлю поеду вместе с вами покажу вам этот магазин а сейчас покажу вам покупки только там знаете как любые китайские вещи они как бы странные там я видела брюки написано размер xxl они реально вот такие маленькие то есть они я не знаю на девочку 10 лет наверное серьезно то есть совсем таки маленькие в бедрах я имею ввиду вот в общем такое все ну прикольно можно все примерить чем давайте вам покажу то что я там приобрела так вот и смотрите значит магазин вот пакет этого магазина написано глобус одежды глобуса одежда и обуви не знаю так он называется или нет я не совсем поняла в общем я купила здесь две вещицы единственное что не совсем я поняла размеры в плане того что здесь не написаны размеры то есть ну на китайском что-то написано вот что такое 1901 но это не цена купила я эти брюки за 450 рублей супер они на самом деле розовые они такого зефирно-розового цвета не знаю как правильно передаст камера или нет то есть нет вот этих бирок и на ценниках ценники прикреплены были отдельно тоже нет как сказать цены ой цены господи размера девочки если мне станет получше я перестану от любого движения становиться мокрой то я обязательно примерю но брюки обычные с высокой талии как вы понимаете вот такие и просто они идут но я не сказала бы что они расскажут они просто прямые внизу здесь собраны на резиночки веревочки в общем сидят супер мне понравилось обычно широкие для дома за 450 рублей да как я сказала вообще огонь вот был бы в другом цвете я бы взял в другом цвете я вообще-таки черненький по себе вывела для дома но вот были только такие розовые и взяла еще вот такое платье тоже меряло там несколько вариантов я не поняла не висят то ли все одного размера то ли что но в общем вот такое оно такое достаточно тепленькая такое ну как бы здесь такое ворсистая немножко ткань тут такая более в общем на пуговках единственное что да как любые китайские вещи вот есть нитки есть какие-то какой-то странный пошив здесь вот видите можно под собрать то что я люблю потому что я не люблю длинный рукав вот в общем вот такое вот классное платье как рубашка вообще можно рубашка носить можно платье а здесь еще есть вот поясок вот такой вот тоже видите вот нитки это как с китая заказывайте вещи вот они примерно такие же и есть но вот это вот классный там классные мужские футболки то есть принципе можно найти ну есть одежда очень хорошая есть не очень хорошие как вот в общем да в общем я так понимаю что все это китайская да и соответственно но прикольно можно зато померить походить выбрать на платье стоит 900 900 рублей ровно я за него заплатила отлично я его взяла для дома можно не только для дома она и было еще в таком красноватом оттенке ну я решила такой посветлее я люблю посветлее и брючки такие с футболочкой с маечкой вообще супер они такие широкие в общем если бы у себя получше чувствует то я обязательно примерю покажу а тут у меня смотрите кто кто-то такие красавчики кто-то такие вообще особенно вот этот рыженький вообще красавчик да такие классные от какой хороший там боже мой видите да насколько леофан больше чем каспер вообще каспер такой маленький кажется по сравнению с ним такой спирюшечка хотя каспер у меня достаточно крупный кот то есть если например брать кошку гуню то она еще меньше каспера вообще он такой достаточно крупный год у меня такие мне красавчики боже мой какие хорошие мальчишки мои девчонки на улице а мальчишки с мамочкой болеют да да вот такие сладкие такие мальчики у меня мама завтраком накормила хорошо жизнь вот эта жизнь да касперёша касперёша тоже боец еще тот да кого пузико толстая но не буду тебя трогать не буду второй красавчик но красавчики у меня сплошные вот но потом обязательно я когда поеду когда выздоровлю я возьму с собой погуляем в этом магазине тем более мне нужно там мальчишкам моим футболочки купить для дома в общем посмотрим там сами погуляем вот но магазин прикольно мне кажется вот такое платье рубашка за 900 рублей вообще супер как вы считаете я считаю что супер вот но в любом случае в этой одежде я сейчас примерять не буду потому что все еще плохо себя чувствую да я потом вы меня домашних влогах каких-то увидите на мне вот эту и платье рубашку и брюки я обязательно вам покажу в каком-нибудь из видео когда буду в этой одежде я вам обязательно покажу в общем вот такой вот у меня получился влог следующий уже видит выйдет покупки вы из магазина лента я надеюсь что вам понравилось такое видео было полезным и интересным вот буду прощаться буду лежать сегодня вот но в этом тоже есть плюс честно монтирую все видео которые я поснимала вот и загружу их на канал вот всех люблю целую до новых встреч